Здравствуйте, уважаемые ученики десятых классов! Историю России продолжаем изучать. Тема пятого видеозанятия «Перехват власти партией большевиков». Ну, прежде необходимо поговорить, что же происходило осенью 1917 года, как Россия себя ощущала и в какой поре был политический, экономический и иные кризисы. Дело в том, что остановив войска под предводительством Корнилова, Керенский лишь на время оттягивал поражение. Хотя победа над генералами ему популярности, конечно же, прибавила. И даже могло казаться, что власть Керенского значительно укрепилась. Так даже в Смоленске, когда он прибыл в этот город, толпа торжествовала. Восторженная толпа встречала Керенского с плакатом «Да здравствует солнце России!» Александр Керенский. А в Киеве солдаты предлагали городскому голове даже переименовать Столыпинскую улицу в улицу Керенского. То есть, действительно, его авторитет вырос. В конце сентября формируется новое коалиционное правительство. В нем Керенский руководит над шестнадцатыми министрами. Из них десять социалистов и шесть либералов. Перед правительством стоят очень нелегкие задачи. Практически неразрешимые проблемы. Война продолжается. Мира, как не было, так и нет. Германские войска в ходе своего наступления захватывают Ригу. А от Риги до Санкт-Петербурга или Петрограда по-новому совсем недалеко. По сути дела, над Петроградом нависает смертельная угроза. В это же время, подавляющие массы населения страны, а это крестьянство, ждут обещанного решения земельного вопроса. Примерный крестьянский наказ о земле, который обобщил все требования с мест, были опубликованы в газете «Известия». Документ содержит требования превращения всей земли в общенародное достояние и уже после этого, ну практически сразу, конечно, передачи всех земель в пользование крестьянам. На местах повсюду шел захват помещичей собственности. Правительство же ждет решения учредительного собрания по вопросу о земле. А против участников самовольных захватов пока только направляются каратели, то есть карательные отряды, которые пресекают подобные вольности. Но данные меры уже не могли помочь. Экономическая ситуация в стране ухудшается ежедневно. Промышленность выпускает продукции на треть меньше, чем год назад. Транспорт расстроен. Половина губерний европейской части охвачена голодом. И только в октябре 1917 года цены на продовольствие выросли в 3,5 раза. А довоенный уровень цен был превышен более чем в 10 раз. На этом фоне еще и беженцы, и дезертиры, и уголовники, и бродяги, которые, конечно же, очень много сделали для того, чтобы общество пришло в смятение. Так современники отмечали, что у главы правительства и у государственного аппарата отсутствовала воля. Не было организаторских способностей. Они не могли провести в жизнь мероприятия, которые бы способны были удовлетворить большинство населения. То есть у них власть формально была, а воли к действиям не было. И в этих условиях с осенью большевики готовят вооруженное выступление. По сути дела революцию. Подавление выступления генерала Корнилова изменяет и существенно расстановку политических сил. Поддержавшие генерала кадеты напрочь лишились прям до нуля своей популярности. СР и меньшевики были связаны в сознании масс с ни на что не способным временным правительством. А вот большевики приобретают просто сумасшедшую популярность. Так как они четко уловили настроение людей и все время выдвигали такие лозунги, которые попадали не просто в яблочко, но прям в точку, в центр. Перед лицом выступления социалистам пришлось забыть прежние противоречия. И большевики были включены в комитет народной борьбы с контрреволюцией. И они и здесь сыграли активную роль. Они мобилизовали рабочих и солдат на борьбу с Корниловым. Вслед за этим началась большевизация советов. 31 августа Петроградский совет принимает предложенную большевиками резолюцию, в которой говорилось об отказе от коалиции с кадетами. В этой резолюции содержалось предложение создать однородное социалистическое правительство и включить в него не только эсеров, но также и большевиков и даже меньшевиков. Вскоре и руководство столичным советом перешло в руки большевиков. И его председателем назначается Лето Давидович Стротский. 5 сентября большевистскую резолюцию о власти принял Московский совет. Затем его руководителем был избран представитель тоже партии большевиков, то есть РСДРП Ногин. К началу октября более половины советов практически во всех регионах, от центра и Урала до Сибири, перешли под контроль РСДРП. Вновь звучит громко лозунг «Вся власть в Советах». В это время Ленин, будучи вождем большевистской партии, направляет в ЦК РСДРП партии письмо. Он пишет, получив большинство в обоих столичных советах, рабочих и солдатских депутатов, большевики могут и должны взять государственную власть в свои руки. Это как раз и послужило сигналом для вооруженного восстания, для революции. В начале октября Ленин нелегально возвращается из Финляндии в Петроград. На заседаниях ЦК партии он убеждает своих коллег в том, что революция будет победой. Ленин разработал план захвата столицы силами солдат, матросов и рабочих. А вот организационной и технической стороной подготовки восстания занимался военно-революционный комитет, который создали при Петроградском Совете. В этот комитет входили большевики и левые эсеры, а также представители армии и профсоюзов, ну и флота, естественно. Наиболее видную организующую роль к подготовке восстания сыграл Лев Троцкий. Он был просто гениальный организатор военных. В войска направлялись агитаторы, формировались все новые отряды Красной Гвардии. И военно-революционный комитет призвал части Петроградского гарнизона не выполнять ничьих приказов без его санкций. Таким образом оказалась парализованная работа штаба Петроградского военного округа. В обращении к населению Петрограда военно-революционный комитет извещал о назначении комиссаров и предупреждал. Противодействие комиссарам есть противодействие Совету Рабочих и Солдатских депутатов. По образному выражению Троцкого данный комитет связывал враждебному режиму конечности, прежде чем нанести ему удар в голову. Никаких серьезных мер по противодействию новым мятежникам Керенский, безусловно, предпринять не мог. Уже к 24 октября стало ясно, что рабочая и крестьянская революция неминуема. И утром, как я уже сказал, 24 октября, начинается событие, которое суждено было изменить весь ход истории и российской, и мировой. Это были первые часы вооруженного восстания. Его штабом был Смольный дворец, где и был штаб Красной гвардии, а также располагались все советы, и в том числе военная революционная комиссия, и ЦК, и ЦДРП, и так далее. Керенский, обвинив большевиков в контрреволюционном мятеже, попытался мобилизовать верные временному правительству участие на защиту центральных кварталов столицы. Министры тем временем заседали в Зимнем дворце. Отряды восставших начинают устанавливать свой контроль над отдельными районами столицы, и захватили прежде всего железные дороги и финляндский вокзал. Главное событие произошло в ночь с 24 на 25 октября. В Смольный прибывает Ленин. Он требует докладов о новых успехах, он подталкивает революцию. И эти доклады стали поступать практически со всех районов столицы. К утру восставшим удалось, почти не встречая сопротивления, овладеть всеми районами Петрограда. Потерпев поражение, Керенский выехал в Псков. Там он надеялся получить фронтовые части, которые можно было бы двинуть срочно, на Петроград. Не дожидаясь ареста министра, в 10 часов утра 25 октября Военно-революционный комитет издает воззвание гражданам России. В этом воззвании говорится, что временное правительство не сложено, власть перешла в руки Военно-революционного комитета. Несколько часов спустя на заседании Петроградского совета выступает уже и Ленин. И где он и провозглашает «Да здравствует Всемирная социалистическая революция!» Вечером 25 октября в Петрограде открывается второй Всероссийский съезд Советов. В те же минуты стоявший неподалеку от Зимнего дворца на Неве крейсер «Аврура» холостым выстрелом дает сигнал к штурму Зимнего дворца. Почти не встретив никакого сопротивления, а охранял Зимний дворец женский батальон, восставшие арестовывают всех оставшихся 13 членов Временного правительства и отправляют их в Петропавловскую крепость. Тем временем на первом заседании Сеза Совета разворачивались бурные события. Лидер меньшевиков Мартов обвинил большевиков в совершении военного переворота, который грозит вызвать кровопролитие междуусобие и гражданскую войну. Для выхода из кризиса Мартов предложил создание правительства из представителей всех социалистических партий. Мартова поддержали остальные меньшевики, большая часть СССР. Однако расклад сил на съезде был все же не в их пользу. Подавляющее число делегатов имели большевики и левые эсеры. Под крики «враги народа дезертиры» противники организатора восстания покинули заседание съезда. Оставшиеся делегаты съезда Советов сразу же принялись, не откладывая дело в долгий ящик, выполнять мероприятия по созданию пролетарского социалистического государства. На втором заседании 26 октября уже рассматривались вопросы о мире, вопрос о земле. По каждому из них были приняты декреты, так именовали законы новой власти, написанные Лениным. Декрет о мире был обращен к народам и правительствам всех воюющих государств. В нем предлагалось начать немедленные переговоры о справедливом демократическом мире. Под такой формулировкой понимался мир без аннексии и контрибуции. При этом выражалась готовность рассмотреть и всякие другие условия мира. Объявлялась об отмене тайной дипломатии и готовностью опубликовать тайные договоры, заключенные в прошлом. Декрет о земле был составлен на основе подготовленного ранее крестьянского наказа о земле. В двух первых пунктах декрета содержался ответ на самый важный для крестьян вопрос. Собственность помещиков на землю отменялась, а их имения переходили в распоряжение местных советов крестьянских депутатов. За основу решения аграрного вопроса брался крестьянский наказ, а окончательное его предпринятие возлагалось на учредительное собрание. Вопрос о недопустимой затяжке с созывом учредительного собрания был одним из главных пунктов, по которому большевики критиковали в тот период временное правительство. Они неоднократно подчеркивали, что переход власти к советам позволит обеспечить немедленный созыв учредительного собрания. на втором съезде советов новое правительство создается, но оно тоже считалось временным до созыва учредительного собрания, но в отличие от предыдущего правительства, оно получило новое название Совет народных комиссаров. Главное отличие не в названии, а в том, что в него теперь вошли представители партии, которая захватила власть, то есть большевики, и всего 13 министров. Первым испытанием для новой власти стал поход на Петроград в войск генерала Краснова, действовавших по приказу Керенского. В конце октября они были остановлены на подступах к столице. Тогда же большевикам удалось подавить вооруженное выступление юнкеров в самом Петрограде. Известие о смене власти в столице привели в движение организации большевиков по всей стране и в ТЛУ, и на фронте. Где мирным, а где вооруженным путем эти большевистские организации старались захватить власть. В Москве боевые действия между восставшими сторонниками Керенского продолжали целых пять дней с 28 октября по 3 ноября и победа оказалась на стороне большевиков. Постепенно в течение трех месяцев советская власть установилась в большинстве губернских центров. высшим органом власти в новом государстве стал съезд советов, а в период между съездами функции высшего органа власти исполнял ВЦИК. Исполнительной властью являлся Совнарком. Левые эсеры, поддержавшие большевиков в ходе вооруженного восстания, в ноябре 1917 года получили предложение делегировать своих представителей правительства. В результате в Совнарком вошли пять представителей партии левых эсеров. Постепенно шло строительство нового государственного аппарата, основой которого стала система советов снизу доверху на уровне городов, уездов, губерний и страны в целом. В декабре 1917 года для организации экономической жизни страны был учрежден Высший Совет Народного Хозяйства в СНХ. На местах формировались территориальные советы народного хозяйства, так называемые совнархозы. Для охраны общественного порядка в конце октября 1917 года была создана милиция. Защитить новую власть от внутренних врагов была призвана Всероссийская Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем аббревиатура ВЧК во главе с Феликсом Эдмундовичем Дзержинским. Прежняя судебная система полностью была ликвидирована. Вместо нее вводились местные общие суды и революционные трибуналы. Задание на дом. Первый вопрос. Какие государственные учреждения были уничтожены большевиками, а какие заняли их место? Второй вопрос. Судьба временного правительства после Октябрьской революции. Третий вопрос. Почему видные деятели партии большевиков Зиновьев и Каменем выступили против ленинского плана вооруженного восстания? Как обосновывали они свою позицию? Четвертый вопрос. Откуда взялся женский батальон, охранявший Зимний дворец? Какова была его дальнейшая судьба? Пятый вопрос. Что такое ультиматум Викжеля? Почему он вызвал раскол в первом большевистском правительстве? И наконец последний вопрос. Как была создана ВЧК? И кто такой Феликс Эдмундович Дзержинский? До свидания. На следующем занятии, в шестом видео уроке мы с вами рассмотрим тему Брестский мир реформы власти. До свидания. Редак. Редак.